В 2013 году в одном из исторических домов по улице Некрасова 22 рухнула часть стены. Люди говорили, что здесь невозможно жить, хотя бывший купеческий дом насчитывал 12 квартир. Жильцы дома отмечали, что боятся, что здание сложится как карточный домик. Обрушение в 7 утра, в 7, ну около 7 утра. Сползло очень аккуратно, без потрясения, тихо. Ну, результат, как говорится, налицо. А вот как это место выглядит сейчас. Здесь будет построен пятиэтажный дом на 55 квартир по методу государственно-частного партнерства. Заказчик – западно-казахстанский комбинат строительных материалов. Они обещают сдать объект в эксплуатацию в 2019 году. Там люди уже просто буквально под страхом ЧП ходили. Поэтому просто было принято решение его это здание демонтировать, потому что там уже невозможно было сохранить этот памятник. И что на его месте планируется? На его месте по государственно-частному партнерству, то есть там порядка 12 семей жило, планируется строительство пятиэтажного дома. И, соответственно, те люди, которые жили, они сейчас временно размещены в жилье, предоставленном Акиматом города. Когда построят этот пятиэтажный дом, люди туда заселятся. В ближайшее время будет решаться судьба еще одного аварийного здания, который является памятником архитектуры. В доме по адресу Фрунзе, 47, живет 15 семей. Ремонт здесь делать бесполезно. Это все равно, что выкинуть деньги на ветер. По их словам, оно находится в таком состоянии, что более 70% разрушения данного памятника. Нами будет создана комиссия в скором времени, и будет сделано обследование, будет сделана историко-культурная экспертиза на предмет того, что возможно ли сохранить это здание или уже невозможно сохранить. И потом будет принято решение на комиссии о дальнейшей судьбе памятника. Для того, чтобы решить вопрос с историческими зданиями, необходимо менять законодательство. Согласно закону, те памятники, которые находятся в частной собственности, они должны реставрироваться за счет собственников. И нами проводится уже третий год подряд такая работа, чтобы собственники за свой счет или по государственной программе, в городском отделе жилищного хозяйства была такая программа модернизации ЖК, чтобы за счет государства, но в долг, то есть жильцы потом будут в течение 15 лет оплачивать. Стоит отметить, что в Уральске идет обсуждение проекта по превращению исторической части города в пешеходную зону. Роман Копняев, Айбулат ЖГПР, Александр Грабарев, ТДК-42. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...